Прошло целых 9 лет с момента выхода первой Modern Warfare, которая свершила какую-никакую, но революцию в плане повествования о сюжетной линии. И в 2016 году выходит ремастер-версия этой замечательной игры. И скажу вам честно, такую кропотливо проделанную работу я не видел со времен Black Mesa. Мда. Привет, мои любители колды, кантри, вочдокса и... Майнкрафта... Нет, нет, нет. Перед началом этого видеоролика хочу сказать вам такую новость, что у нас собралось уже тысяча человек. Наверное, это самая первая юбилейная цифра, которую празднуют многие начинающие каналы, и... Я не в их числе. Но, пожалуй, смогу обойтись душевным комментарием с поздравлением и этим спецэффектом. Интересный факт. За последнюю неделю вас прибежало около 100 человек. Суммите, мне даже в ВК стали уже писать по поводу накрутки. Ладно, ладно. Давайте к теме. Как вы уже, наверное, знаете, 5 октября для владельцев Legacy и Deluxe издания на PlayStation 4 стал доступен Call of Duty Modern Warfare Remastered. И я такую политику категорически не поддерживаю. Ну и правильно, у меня ведь не тут PlayStation 4. В какой-то миг даже консольщикам стать захотелось. После подтверждения этой новости, это всячески отбило желание покупать специздание с ремастерингом MV. Так как, согласитесь, покупая что-то, хочется попробовать это в рядах первых. Еще одной причиной стало то, что я последний раз проходил Modern Warfare 5 лет назад. Само собой, многое позабылось. То есть, первоначально я хотел пройти игру за новой обертке, но, как я говорил ранее, я отказался от этой идеи. Поэтому я скачал первый оригинальный колодчик 4 и прошел его до конца. Именно 5 октября. Что ж, наверное, теперь должен рассказать о своих впечатлениях. Зов Долга, современная война, это очень мощная, интересная и затягивающая часть, которая вообще не похожа на современные версии колды. Перед прохождением Modern Warfare 1 я прошел Black Ops 1, Black Ops 2, Ghosts... Ну, это... Они вообще не похожи. Очень интересно смотреть на то, как разработчики подходили ко всему с большим энтузиазмом. Множество мини-сцен. В некоторых даже можно принять участие, хотя это не обязательно. Постановка, сценарные ходы, это все просто на высшем уровне. А раз мы уже начали говорить о сценарии, то давайте поговорим о сюжете. Кто бы как бы его не хвалил, не возводил в абсолют, не называл Прайс и Сопу самыми харизматичными персонажами в истории серии Call of Duty. Это все ложь. Сценарий настолько же простой, как и отношение IT-педии к колде. Он не держит интриги, он не дает моментов поразумрешлять над чем-то, да и само его содержание откровенно нереалистичный бред. Но на нем строится весь геймплей. И именно он превосходит все, что есть в этой игре. Типичный тир, сказал Бунтермин Шепцова. Хорошо, назовем его так. Но то, что содержит в себе этот тир, все эти сцены и моменты, это... Это просто... Бафарственно. Здесь чувствуется изюминка своего времени, из-за которой многие полюбили ее и не могут отпустить и по сей день. Хотя жалко, что взрыв ядерной бомбы или миссия в Припяти не ощущается так, как раньше. Но это было ожидаемо, согласитесь. Играя в Modern Warfare мне очень часто хотелось сделать подкат, но я не смог. Ибо его тут нет. И в ремастере тоже. Это меня очень сильно опечалило. И еще одна вещь. Играл я на рядовом уровне сложности, но убивали меня часто. Очень часто. Ну очень часто. Блядь, вы знаете, как я бомбил на миссии Шок и Трепет, где надо было спасти пилота, а я тупо пытался прорваться сквозь толпы врагов, и она это полчаса угрохал, сука. Скажу вам честно, это был большой челлендж для меня. Аж поностальгировал по старым, по настоящим сложным играм. Ну что ж, несмотря на все перечисленные плюсы игры, я ну никак не могу назвать ее лучшей частью этой легендарной серии. В ней ну очень много мелких ляпов и косяков, которые в итоге портят общую картину. С другой стороны, я понимаю, за что ее все любят, но, ребят, хватит олдфазничать. Да, игра крута, но не идеально. И тут мы плавно переходим к ремастеру. Пару слов о нем. Raven Software сделали титаническую работу, скажу вам по своей практике. Порой скопировать что-то сложнее, чем создать по-новой. Но Воронам это удалось. Спасибо им большое, особенно за картинку. Реально, некоторые моменты в кампании по визуальной составляющей могут равняться за Battlefield 1. Это если посмотреть на то, что колдова вообще никогда не было про графику. Несомненно, прорыв. Новые анимации, освещение, взрывы, next-gen сжимания травы и звуки. Да, звуки. После оригинальной МВ слушать то, что происходит в ее обновленной части, это просто кайф. Серьезно, я готов сказать, что именно звуки выводят восприятие игры на совершенно новый уровень. То же самое было и с Advanced Warfare. Как-то так. Вот и все. Простите за столь долгое ожидание, но у меня сейчас много работы, учебы и вообще я в загуле. Так что... Но не беспокойтесь. На следующей неделе будет бетка Infinite Warfare. Потом через неделю выходит Battlefield 1. И за ней прямиком выходит сама Infinite Warfare. Обещаю. Эти два месяца будут... небезынтересными. Все. Пока-пока.